Девчонки, всем огромный привет! Сегодня у нас с вами будет утро, кусочек моего летнего утра. Я вам покажу, как я ухожу за своей кожей, что я делаю, какие процедуры, а также какой я макияж использую каждый день летом. И, конечно же, покажу один из моих любимых завтраков. Первое, что я делаю, как всегда, я иду в душ, мою свое тело при помощи геля от 100 трав, мою голову шампунем Цубаки от Шесейда, бальзам я использую на данный момент от Organic Shop с персиком. И, конечно же, умываюсь при помощи умывалки от Garnier с виноградной косточкой. Чищу свои зубы. Очищая лицо при помощи биодермы, целярной водички, наношу свой ежедневный крем от Биодерма. Вокруг глаз я использую крем от Jaja, наношу бальзам на все тело от 100 трав, конечно же, не забывая о волосах. Наношу на кончике волос средство от Доктора Санты. Конечно же, дальше я иду завтракать. Сегодня я буду завтракать хлебушком зерновым с брынзой болгарской. Сверху я ложу огурчик, авокадо бывает, или помидорка, в общем, все, что у вас есть в холодильнике, я ложу сверху брынзы. Также я не могу себя отказать в том, чтобы выпить кружечку кофе. После этого всего я иду делать макияж. Сегодня я использую BB крем от Lumine. У него такой очень красивый глянцевый эффект. Также он особо не перекрывает никакие недостатки, но выравнивает тон кожи, хорошенько и скрывает расширенные поры. Также я наношу консилер под глаза Тордеко. Я стараюсь не слишком много наносить на свое лицо летом. Практически каждый день я хожу без макияжа. Те дни, когда у меня что-то высыпает на коже, я, конечно же, наношу BB или CC крема. Но вот сегодня один из таких дней, когда на моей коже что-то высыпало. И я, конечно же, стараюсь это как-то перекрыть. И буду перекрывать по помощи плотного консилера от Catrice. Он отлично скрывает разные недостатки, покраснения. Также я припудриваю только Т-зону пудры от Puba. Уже второй год ее использую. Она у меня в темном оттенке, поэтому я ее использую только летом. Я думаю, что этим летом я ее добью и на следующий год я уже буду покупать что-то новенькое. Также я, конечно же, прорисовываю скулы при помощи бронзера от Catrice, легкого, без шиммера. Очень люблю этот бронзер на летнее время, так как у него более такой красивый, яркий пигмент, который отлично подчеркивает загорелую кожу. Конечно же, брови. Брови я буду подчеркивать при помощи гелевых теней от Maybelline в сороковом оттенке Taupe. Также я люблю это использовать, так как это средство содержит в себе два в одном. Они подкрашивают, вывозят бровь. Также это все очень хорошо гелевыми тенями фиксируется. Поэтому мне не приходится сверху использовать какой-нибудь гель для бровей. Далее я наношу базу под тени, потому что особенно в летнее время у меня скатываются любые тени, поэтому без базы никак. Я уже вторую баночку использую от Art Deco. Мне очень нравится эта база, она хорошо держит любые тени. Она полупрозрачная, с светящимся эффектом, что очень хорошо подходит к моим любимым бронзовым теням. И также я использую бронзовые тени от L'Etoile. Как я уже говорила, что я очень люблю этот оттенок. Они такие светящиеся, очень хорошо смотрятся загорелой кожей, создают такой влажный эффект. Это отлично выводит мой пигмент голубизны из глаз. Конечно же я все тщательно в складочках растушевываю. И в уголочки под бровь я наношу светлый бежевый молочный оттенок от Art Visage, чтобы высветлить и подсветить эти участки. А также я еще раз поверх тени от Art Visage в уголочке нанесу тени от L'Etoile. Таким образом я слегка высветлю этот оттенок. И они будут отличаться от общего оттенка на всем подвижном веке. И будет немножко подсвечен такой эффект. Дальше я использую водостойкую тушь от Golden Rose. Я не могу сказать, что это моя любимая тушь. Но мне очень нравится щеточка. И также тот, что она водостойкая. Это вдвойне хорошо летом, ничего не отпечатывается. Она, в принципе, хорошо смывается, неплохо удлиняет реснички. И цена, конечно, у нее очень низкая. Далее я на свечечки нанесу светлый персиково-розовый с шиммером румяна от Too Faced. Очень люблю этот оттенок. И думаю, что когда он у меня закончится, я попытаюсь взять его в однушечке где-нибудь. Далее я буду использовать просто шикарнейший хайлайтер от MAC. Он потрясающе подсвечивает. И на летнее время это просто нереально красиво смотрится. Я наношу его на верхнюю часть скулы, на переносицу и, конечно же, на галочку над губой. Он делает невероятно красивое свечение, влажное свечение. Очень красиво смотрится. И, конечно же, я использую яркий ягодный оттенок Fuchsia Tardeco. Это мой самый любимый блеск данным летом. Потому что он просто потрясающе подчеркивает пухлость губ. Даже немножко придает более пухлости. И у него очень красивый такой глянцевый эффект. А также он отлично увлажняет губы. И на этом все. Мой макияж готов. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч.